Встреча на первую часть нашей сегодняшней программы Мы посвящаем недавно вышедшему пособию при поддержке ООН От языка вражды до ненасильственной коммуникации Цель и задача этого пособия в том, чтобы дать понять социуму, обществу, то есть обычным людям Что такое, во-первых, язык вражды, какие у него бывают виды Как часто и где они употребляются и к чему может привести их употребление В целом, вот коротко так у нас получается Люди, которые являются примером для наших граждан, довольно часто позволяют себе и слова, и действия Которые, ну скажем так, исповедуют то самое насилие, ту самую агрессию Если мы будем их ограничивать и как бы заставлять регистрироваться как смейл Я имею в виду блогеров, да? То это ограничение свободы слова тоже Под этим законом могут попасть и другие свободные независимые смейл Вот, я про то и говорю, что дилемма-то Да, поэтому надо повышать медиаграмотность, критическое мышление у людей Фильтровать информацию, чтобы не шейрить это, не смотреть Просто отписаться от них Всеобщая фрустрация, которая по экономическим причинам, по разным социальным причинам исходит от общества Это как бы, это более системное, то есть работать надо на государственном уровне Одним пособием, конечно, ничего не решишь, к сожалению Но, тем не менее Но стандарты должны быть Тем не менее, да То, что мы вот здесь написали, это можно проводить просто классные часы То есть раз в месяц учитель, например, собирает учеников и говорит Вот, давайте обсудим вот эту тему, да Почему нельзя говорить вот так? Почему это может привести к таким результатам? Потому что мы видим, что очень часто какие-то государства могут использовать язык вражды Чтобы натравить две национальности То есть это мы видим, и это подтверждено уже исследованиями Что люди, которые постоянно слышат «он такой», «он там», я не знаю, какие-то плохие слова Он начинает потом и в самом деле этого человека ненавидеть